Добрый день, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о модернизации своей модульной палитры, о создании ее варианта для пленеров, для выхода на природу и не только. Здесь произошел целый ряд, большой ряд изменений с моей, так скажем, студийной модульной палитры. Сейчас стало возможным крепить благодаря добавлениям вот таких вот кулачков. Боковые кулачки появились, на разном расстоянии их можно ставить. Их можно крепить, стало крепить эту палитру. А вы, кстати, обязательно посмотрите видео о короткой, там есть длинное видео про эту студийную палитру, обоснование, почему так важно, когда плоскость с красками палитра находится рядом с полотном. Как это важно для глаз и вообще, но самое главное, для подбора цвета. Так вот, появились вот эти кулачки, буковые, очень мощные, крепкие, также универсальные. Палитру стало, возможно, крепить от двух сантиметров на на любой вот штырь в данном случае, двух сантиметров до пяти с половиной. Почему решение с кулачками? Первое, у мольберта, не у мольберта, у треног вот это место самое крепкое. Не вот это вот то, что на голове, голова вот эта вот. Тем более не вот такая вот дешевенькая, вот это вот. Это вообще никуда не годится, это пластиковая, все вот так играет, и как бы, не знаю, вот эти головы нужно снимать. Как и прочим, вот эти головы, их она легко откручивается, снимается, она тяжелая, на плане, наверное, брать нельзя. Почему я отказался? Есть, существуют такие виды мольбертов, за рубежом их много у нас, я так особо не видел в продаже, хотя есть, есть такие. Вот эти площадки, они, то есть, которые предусмотрены для крепления на вот такие, такого рода площадочки. Вот эта вот площадка, она не рассчитана на крепление габаритного чего-то. Здесь маленькая площадка, камеру он держит нормально, более-менее, тут резинка к резинке, на камере тоже резинка снизу держится, и то откручивается. Что-то широкое откручивается сразу. Здесь крупная резьба дюймовая, она крупненькая, такая. Мужчины меня поймут. Когда крупная резьба, ее невозможно закрутить прочно, откручивается. Небольшое движение, я брал на природу, я же много где-то их прототипы эти делал, именно с такой, с площадкой прикрепить вот здесь крепление, откручивается, откручивается от ветра, или когда работаешь, кисть, она вот так вот разбалтывается, разбалтывается. Так что от этого ненадежного крепления пришлось отказаться. Сделал я вот такие кулачки. Более того, чем хорошо, вот это самое прочное место, оно намертво держит, вот я не знаю, что-то, если только ветром все это вместе полетит, хотя треноги вот такие, вот это более профессионально, она очень устойчивая, у нее ноги можно там как угодно так вот делать. Кстати, этой ногой, может забуду сказать, регулируется наклон. Очень советую вот такие треноги найти. Они, правда, дорогие, если их покупать в магазине, но на авито есть дешевле, я видел где-то пару штук с неисправными, можно купить без головы, она не нужна, она весит очень много, продается с неисправными головами, но вот эта система очень хорошая, прочная, в отличие от вот этого, от такой, менее надежная, но тоже держит, тоже хорошо. Единственное, не сюда, вот это, вот это нужно, сейчас я покажу, она убирается легко, головы, у них разные конструкции, но они легко убираются, вот здесь такая штучка, и вот этот болт откручиваем, и все, мы снимаем вот эту штуку, она тоже имеет вес, она ни к чему, и уже вот с этой штукой можно идти на природу. Если вы не фотограф, купите, ну хотя бы вот такую штуку, можно просто обрезать ее, обрезать эту голову и иметь очень легенькую вот такую конструкцию. Да, Стеш? Мольберты, вот эти мои палитры в двух цветах, светлая березка и темная. На темной, она подороже немножко темная, потому что мастера красят здесь, у них отбраковка большая, потому что морение идет, крутит. Но на темной, на палитре на темной лучше подбирать краски, то есть краски лучше подбирать, на светлой немножко можно уйти куда-нибудь в разбилку. Вот, они универсальные, подходят как для вот такой треноги, все рассчитано, так и для вот такой треноги. Почему я отказался от, знаете, может быть такие треноги, такие площадки, столики, вот такие деревяшки-упоры, они не нужны. Фанера 4 миллиметра держит прекрасно, прекрасно держит вес. Мы же тут все-таки не что-то будем, не что-то тяжелое носить. Максимум, вот такой ведерко с краской, ну полное можно набить краски, кстати, художники на заметку, может, начинающую не знают, не берут полные тюбики, берут отжатые, маленькие, там совсем немножко краски, чтобы было все легкой. Вот такое ведерко спокойно держит, тут тряпочки положить, а сюда уже вот эти вот кисти и так далее. Здесь стандартный вырез под вот такое ведро, они стандартные, там, от капусты квашеной, вот такой. Сюда можно или кисточки, или воду, водными красками работает. Сюда, да, сюда пакет, можно пакет вешать, или же прорези предусмотрены, вот эти вот прорези, сюда, например, рулончик с бумажкой, сюда пакетик для мусора. Вот это дело переворачивается, они двубортные, грунтованные, вот так. Видишь, хорош, то есть для чего это сделано, упор уж потому, что все, чтобы все складывалось в этот сэндвич, не занимало места и вес. Подробнее про систему кулачков. Собственно, то, что я и сделал, почему он может крепиться и к вертикальной вот такой поверхности, и к мольберту вот такому. Так вот, кулачки буковые рассчитаны, здесь специальный вырез для углубления вот этих, для того, чтобы держалось. Вот так это крепится. Здесь в опорной рейке, вот в этой опорной рейке просверлены 8 отверстий с шагом 8 миллиметров, между ними 8 миллиметров, для крепления этих кулачков. Кулачки крепятся на обычный болт, шестерка вот с такой головкой, ключ идет в комплекте. Вы можете подобрать необходимую толщину для установки на мольберт, для основания. Еще идет вот такой болт, более широкий, если захват широкий, как, например, на мольберт, я вставлю картинки или потом покажу, можно закрепить, как я уже сказал, от двух сантиметров до пяти с половиной. Если до пяти с половиной, пяти с половиной сантиметров шириной, если вдруг кому-то понадобится, Стеша, привет, понадобится более широкое что-то охватить, у кого-то может быть какой-то мощный мольберт стоит с центральной рейкой, нужно будет на вот этой линии закрепить, просверлить пятерочкой сверлом два отверстия, а болт шестерка при закручивании, он нарезает себе очень прочную резьбу, очень прочную, она примерно, не знаю, с чем сравнить, но ты ее потом не сорвешь, она как в металл, особенно в бук, и стягивается вот этим вот такого рода барашек, рычаг очень крепко закручивать не нужно, поскольку здесь рычаг большой, вот это и вот это, знаете, система рычагов, то есть мы закручиваем, ну максимум можно немножко кончиком кисти, у женщин пальцы, если слабые, помочь себе, чтобы было закрепление вот такое надежное, вот оно, не знаю, как показать, очень прочное, то есть прочность даже избыточная для такого рода работы. Показываю, как пришли вы на природу, распаковали там как-то, вот так ставим, очень надежно вот эта два система болт и ответный шип соединяет отверстия, если у кого-то, повторюсь, пальцы послабее, можно пару оборотов сделать кисточкой, поставили кулачки, вот так можно в таком положении, к верхней части, вот так взяли, болтик с шайбой, вот так, чтобы скорее было, вот видно, вот так сделали, подкрутили, сейчас я покажу степень крепления, вот повторюсь, здесь рычаг, соответственно, то, что держит здесь болт, умножайте раза в три прочность, так видно, прочность крепления, можно один-два оборота еще добавить, все, мертво, держится мертво, высоту можно менять вот этой штукой, высота, если у вас такой, такой более-менее профессиональный, или вот такой высокий, вот такой, вам хватит высоты, даже при, если вы очень высокого роста, вот я 184, мне это даже слишком высоко, вот, можно опускать, сидя работать удобно, удобно, кстати, работать, кто с графикой работает, просто не брать вот эту, на палитре работать, здесь у вас водное, что-то водное, что-то кисточки, сейчас я остановлюсь на вот этих крылышках, подробнее, можно или здесь что-то рисунок делать какой-то, или же сюда мы пристегиваем графику свою на крокодилами, лист, я вставлю картинку, здесь листик, можно спокойно листик, или же кто-то на этюды ходит, не на холсте работает сразу картина, а этюды, здесь можно тоже крокодильчиками спокойно прикреплять картон, а потом его как-то уносить, вот, про вот эти крылышки, вот они здесь специальные, все продумано вот этими уголками, здесь, понятное дело, отверстие под кисточки, здесь кисточки вот так лежат, что художнику не хватает на пленере, это именно куда ставить, ложить кисточки и грязные тряпки, вот это вот сами, кто был на пленере, это первое, для тряпок у нас столик, можно вот в это ведерко, которое я вам показал, туда тряпки сбрасывать, вот здесь у нас кисточки, вот так у нас кисточки, вот так, так разных размеров, вот эти отверстия, здесь тоже все продумано, продумано под что? Стаканчики, вот здесь вот вставляются обычные стаканчики, вот стаканчики, можно кисточку, можно там что-то еще, или водой, или что-то, разбавителя какого-нибудь налить. Масленки, знаете, вот такого плана, они сначала держат разбавитель, потом у них с резинкой что-то происходит, высыхает резинка, они течь начинают, то есть можно, конечно, и такую брать, масленочку, но лучше, кто работает на пленере и знает эту проблему, лучше брать вот такого рода баночки, они стандартные, от детского питания, вот так закрываем аккуратненько, они не протекают, можно в сумке спокойно ложить, а на природе, единственное, вам нужно будет вырезать вот такую же, из такого же, из такой же крышечки отверстие, и уже открыл на природе, и вот этим отверстием, вот этой крышечкой с дыркой закрепил, все, одну, вторую, две штуки, после, после снял, после работы закрыл и в сумку бросил. Дальше, зонтик, муштабель и видоискатель, тут как бы такая универсальная вещь, сейчас я покажу, вот картонка вместо зонтика, легенькая, ничего не весит, зонтик от солнца, вот в данном случае он прикреплен, вот эта конструкция к минимуму штабель, это минимум штабель, самый удобный для планера, для всего, его вес что-то 200 грамм, с небольшим, как легче вашего смартфона, очень удобно, знаете, на природе нужен, и когда ты пишешь картину, когда ты берешь именно холст с собой, не этюды, когда ты уже этюды отрисовал свои, когда пишешь картину, где-то что-то очень полезно, упор. Так вот, вот я добавил вот этой конструкции, конструкция, кстати, независимо, это вращение не передается на зонтик, то есть при работе у нас не будет никуда наш зонт уезжать, там маленькая хитрость, нейлоновый подшипник стоит, вот из чего я их сделал, из таких вот, здесь намертво все соединено, на эбоксидную смолу, вот этот анкер, фото, вот эта история, фото, я забыл, как это называется, ну тут шаровый механизм, степень свободы, вот, тут еще какая модернизация, они изначально идут вот с такими пластиковыми шайбами. Шайбы никуда не годятся, во-первых, ты ничего не закрутишь, она скользкая, во-вторых, если даже что-то и закрутишь, у нее сорвется резьба, она пластиковая долго не держит, срывается резьба. Пришлось не сверлить барашки, делать дюймовую резьбу, здесь специальная дюймовая резьба, вот, теперь руками может даже женщина что-то очень крепко закрутить до необходимой степени закрепления, и это надежно, металлическая. Так вот, сюда же это двойного назначения видоискатель, так сказать, я не очень знаю, не очень понимаю, зачем он, но на западе они продаются активно, вот, вы видели, художники стоят, что-то мерят там, замеряют. Я сделал три к четырем, делится на четверти, на третьи, здесь можно так смотреть, ориентируясь на вот эти отверстия, где-то деля мысленно пространство на квадраты, можно ниточки натянуть, если кому-то нужно. Вот. В принципе, я понимаю, как это делается, в древности были такие механизмы, но здесь нужен упор, я, может, когда-нибудь озадачусь сделаю, чтобы можно было прямо на природе снять по квадратам, делается упор такой, то есть прицелочный глаз, чтобы все наше пространство не куда-то не сворачивалось, не убегало. Вот, как-нибудь сделаю. Так вот, как мы вешаем всю эту историю? Вот этот винт у нас закрепляет сразу и вот это, и шарик. Вот. Выставили что-то, поставили, смотрим, здесь набросали. В качестве зонта у нас обычный картон, гафрокартон, сложенный, в данном случае вот я по размеру палитры, вот, это чтобы все брать в один сэндвич, все это складывается, вся конструкция складывается, картон, желательно, чтобы он в сложенном виде, линии были вот так, такой маленький нюанс, но желательно, он тогда не будет, не так будет ветром ломаться, складываться, если ветреный денек. Поставили, поставили в отверстие, у края отверстие, я покажу, может, фотографию, потом шайбочка, в комплекте все идет, и барашек, закручиваем. Так вот, поставили покрепче, все затянули, здесь выставили. От чего помогает этот зонд? Он помогает от верхних бликов, но главное это работа с солнцем, когда верхнее солнышко, оно у нас редко, конечно, бывает в наших широтах, но бывает. Верхнее солнце, боковое солнышко, боковое, это самый частый вариант. Заднее солнце редко бывает, художники редко работают, когда сзади солнышко, почему? Потому что в природе нет теней, профессионалы понимают, тогда все плоское становится. Боковое это или на эту сторону, перевешиваем инструмент, боковое. Площадь, вот когда ты здесь, у меня палитра 30 на 50 примерно, здесь соответственно 60 на 50, большой квадрат, который может закрыть все вот это, всю эту рабочую область, вместе с картиной еще и палитру может закрыть. Что еще может? Частый вариант, когда мы пишем что-то в контурсвете, просвечивает холст, можно вот так закрывать заднюю сторону холста, ну как вот так, например, солнце, или даже открытый участок неба, а у вас холстик жиденький такой, есть тоненькие холсты, будет просвечивать, это не дает работать. Вот так сделали, я видел где-то на планере, девушка рубашку сняла и прикрыла вот этот вариант. Потом, если у нас вот этот болтик все делает, вот он раз закрепил, раз закрепил. Важный момент, смотрите, если мы работаем в ветреный день, такое бывает, вот так не согнет, но если только очень сильный ветер, вот так ничего не сломает, картон не перегнется. Если сзади будет ветер, вот такое может быть теоретически. В комплекте идут вот такие, ну или может свои какие-нибудь любые. Вот так делаем, все, в принципе уже никакой ветер не переломает. Ну и вариант, если с левой стороны солнышко, то ставим наверх, на левую сторону. Тут, конечно, муштабель он, в принципе, рассчитан скорее на правшу, не очень удобно, маленький компромисс в данном случае у вас будет. Вот выставили, тень спрятались, все вот так, например, попало в солнце, повернули немножко, так вот спрятались и вот так. Так работаем или же вот так работаем. Не так это удобно, как с правой стороны, но все, все равно все это можно работать. А на природе, конечно же, на планере, несмотря на то, что этюды, не этюды, вот эта штука нужна, очень нужна. Ты встаешь иногда, и тебе нужно вот что-то опереться и поработать с деталями с какими-то. Вот. Особенно, когда ты пишешь картину, когда ты, повторюсь, уже отрисовал свои этюды, ты идешь за картиной на природу с холстом, тогда вот эта штука очень помогает. А если же ты еще не отрисовал этюды, если ты студент, то берешь свои... То есть в таком случае ваш вот этот вот холст, а он легкий, вот это в данном случае 30 на 40, я не знаю, 400 грамм, не больше он весит. Он служит как опорной площадкой, носителем для зонта, для муштабеля, а ваши этюды, ваши картонки вы можете или приклеить скотчем, или же вот такие есть большие крокодильчики. Вот. И работать с ними, потом их как-то уносить. Если же на холсте, повторюсь, вся эта конструкция вместе в один сэндвич соединяется и уносится все это компактно. Как все это приносить, уносить? Уносить, например, мы поработали, сделали картину, посидели, поработали. Как все это унести? Все это снимается в обратном порядке. Снимаем вот эту, складываем. Снимаем сюда, сняли инструмент, потом снимаем работу. Сняли, пока отложили сырую работу. Отложили, снимаем палитру. Ну, палитру, конечно, почистили. Так, раскрутили, сложили. Берем палитру, складываем вот таким образом, вот таким образом. Сюда идут наш зонтик, наша палитра, если мы ее брали, складываем. Наш вот этот столик. Вот так, например, положили. Потом двумя прищепками, которые идут в комплекте, мы это дело скрепляем. Ну, где-нибудь вот здесь. Вот так закрепили, очень прочно, надежно. Вот эти тоже можно, по идее, закрепить, но они не мешают, не болтаются нормально. Дальше, что делать с работой? Вот этим болтиком, который у нас для крепления, для захвата, мы его снимаем и вкручиваем. Вот здесь есть отверстие с резьбой. Выкручиваем примерно на один сантиметр, потом аккуратненько берем работу и лицевой стороной ставим на этот выпирающий болтик по центру, а вот этим прихватываем вот так, чтобы на пару миллиметров на миллиметр вошел в древесину. У нас получается вот такой сэндвич. Здесь расстояние около сантиметра между живописью и поверхностью, в данном случае палитры. Эту всю конструкцию можно положить куда-нибудь в пакет, в большой широкий, или же мы вот так вот раскладываем ручки и вторым болтом, который идет в комплекте, длинным, мы скрепляем, делаем несколько оборотов. У нас получается вот такая ручка, вполне себе надежная, очень видно. Вот так, она не очень широкая, можно вот так, три пальца, можно вот так, спокойно нести. Нам только осталось сложить нашу, я уже не буду показывать, она складывается, она очень компактная, вот такого рода. Треноги они вот такой длины в сложенном виде, у них четыре колена, очень компактная, все это в рюкзак умещается вместе с ведерком краски. Что у нас? Ведерка краски осталась, там бумажки, кисточки завернутые, а в руках у вас вот эта вот история, и вы идете уже смело домой, едете, если вы без машины, ну и в таком виде. Что по креплению к мольбертам? Вот крепление к мольберту, вот так вот, закрепили. Крепится тоже очень хорошо, бук он прям въедается вот в эту сосну мягенькую. Это, кстати, вот здесь маленький вариант палитры, смотрите на сайте, они разных вариантов, в разном исполнении, разных размеров. Вот эта маленькая, может не все с большими поверхностями работают, кто-то работает с такими камерными, достаточно вот такой палитры, она более легкая. Вот, про большую палитру, про большой мольберт. Тут у меня целая экосистема уже получается, такая и муштабель, и для референсов, и вот это все очень удобная система, все вокруг строится, вокруг работы. Здесь же у меня также прикрепленная вот эта история, вот видно, наверное. Так вот, как крепить к широкой, как подогнать, подобрать расстояние. Вот, это тоже опытный вариант, я здесь тоже делал под голову, под вот это укрепление. Вот, ну, не пошло, не то совершенно, даже маленькие палитры не держат. Вот эта микропалитра, не микропалитра, но это маленький вариант, вот этой моей. Так вот, вот это рассчитано, вот это расстояние на три с половиной сантиметра, по-моему, или четыре, четыре. В данном варианте закрепления, если мы вот так крепим, нам не нужен вот эта струбцина, которая держит сам холст. Вот здесь восемь отверстий, как я уже сказал. Ставим, я ставлю на крайние, очень прочно, вот сейчас покажу, это бук, у березы почти то же самое. Там резьба нарезана, не знаю, как в алюминии, даже избыточная по прочности. Второе ставим, я уже по опыту знаю, мне вот этот широковато, я уже тут вот эту так и ставил. Предпоследнюю ставим. Ключик в комплекте идет, но это для скорости вот этот. Вот, отлично. Вот так выставили, поджали, это один раз процедуру эту нужно сделать. Дальше уже, главное, высоту вот эту найти нужную. И закрутили. Можно покрепче кистью какую-нибудь, чем-нибудь вот так захватить. Главное, чтобы он не захватывал заднюю рейку вот такого рода мольбертов. Она стационарная, а вот это все двигается, чтобы не схватило. Вот именно поэтому нужно подобрать вот эту ширину опытным путем, чтобы этого не происходило. И все, у нас теперь захват под этой палитрой. Вот так вот все двигается. Единственное, вот здесь вы поняли, это высоко, вот на этом расстоянии должно быть, на нижнем. И все, у нас стационарная палитра, очень удобная для работы. Стационарно-студийно, так сказать. Ну и все, кажется. Извините, что долго получилось, но тут не все необходимые моменты были затронуты по вот этой системе. Переходите на сайт, там найдете и про вот этот инструмент. Там будет более подробно какие-то возможные моменты описаны. Варианты исполнения, цены там и так далее. Вот. Все на сегодня. Спасибо большое за внимание, за терпение. Хорошего дня. Счастливо. Вот тенной. Отсюда. За предназначение, поющую. Продолжение следует...